Село Кулевча в 19 столетии возникло в связи с переселением болгар. Здесь, в этом селении, проживают самые разные нации и народности, но вместе всех людей соединяет православная вера. К тому же, во времена независимости Украины, Кулевча стала особым местом паломничества верующих. Малоизвестное село показывают по телевидению. Сюда приезжают огромные автобусы со всех уголков мира. А 26 января сюда прибыл и викарий Одесской епархии, чтобы возглавить всеношное бдение на окануне воскресного дня. У нас говорят, что у священника в душе, то у него и в алтаре. В алтаре отца Павла чисто, очень опрятно. Храм очень благолепный, очень достойный. Конечно, немаловажную роль играет то количество людей, которые приезжают сюда для того, чтобы поклониться Кулевчанским святыням. Но, знаете сами, бывает иногда пачка денег к нему рекой текут, а он их пускает не туда, куда надо было бы пускать. И недаром говорит Священное Писание, что того, кто растлит храм Божий, то есть приведет его в запустение, испортит, уничтожит, того растлит и Бог. А у вас от рада находиться в храме, легко, приятно, уютно. Это во многом заслуга, конечно, этого человека. В местном болгарском храме, которому уже больше 135 лет, имеется информация, что село Кулевча расположено у подножия воображаемого креста. Здесь находится один из четырех поклонных крестов, установленных по благословению старцев. Всего их четыре в Украине – в Кулевче, Чернобыле, Старом Почаеве и под Харьковом. В храме есть чудотворные иконы. Наиболее известная икона Казанской Божьей Матери. Известная икона тем, что вокруг нее растут живые лилии, а бутоны распускаются на праздник Троицы. Такое явление наблюдается лишь в Греции, на острове Кефалон. В селе утверждают, что некоторые явления на иконах имеют нерукотворный характер, а икона Спаса обладает чудотворной и исцеляющей силой. Все, что вы видите в этом храме, это благодаря отцу Павлу, что он большой труд вложил в этот храм наш, для того, чтобы спасти наши души. Мы его все, все прихожане Кукулевичи, мы его любим очень сильно. Потому что благодаря этому, видите, все крестовое благодетие храма, это все его труды. Мы не допустим, чтобы наши святыни, кто-то пользовался им, этого никогда не будет. Вы сами видели, как сегодня все село сошлось, для того, чтобы защипить наш храм отца Павла и нашей святыни. Мы этого никогда не позволим. Этот храм наш, еще мой дедушка тут, в селе, в 1800, теперь я не помню, 60 или каком, направили его в нашу церковь. И по сегодняшний день не сделали ни одной этой досточки, не упало с нашего храма. Несмотря было какие-то советские гонения, наши родители, прародители не допустили, чтобы церковь, хоть одна досточка отсюда. Храм наш, это красота. Вы знаете, приходишь сюда, это я не отманываю. Не хочется домой идти, как в раю. Мы в Раскул идти не собирались. По турецким этим, вот ихним, как сейчас они им только дали метрополию, это патриархат турецкий. Мы туда собираться не собирались идти, потому что турки, это наши поработители. Они 500 лет по турецким мигом были наши предки, болгары. Они бежали сюда пешком, с узелками в руках и больше ни с чем. Они родителей своих брать сюда не могли, как могли, сами пришли. И тут буквально через 20 лет построили вот такой храм. Снак благодарности Господу Богу за то, что Господь их избавил от этого ига. И мы должны это чтить, помнить, благодарить, ценить. А мы это просто так все должны сейчас вот так вот стереть, унести. Нам и предки не простят, и Господь не простит за это. Они пешком шли на Афон, чтобы приносить сюда на подводах. Пешком привезли иконы. Вот икона троиручница есть у нас. Пешком привезли ее наши прародители с Афона. Потому что Греция, Болгария, это все рядом. Они знали, как туда идти, что делать. А мы просто так сейчас нет. Мы в раскол не собирались. Никто. Вот каждый пусть скажет. Так что мы служим нашей церкви, канонической, православной, украинской церкви, которая находится под блаженнейшим Ануфрием. Так что другого быть не могло и не может. И слава Богу за все.